Привет, народ! Госдума приняла в третьем чтении закон, обязывающий выплачивать алименты безработным предпенсионерам, которые остались без средств к существованию. Содержать предпенсионеров, то есть женщин и мужчин, достигших 55 и 60 лет, соответственно, будут их дети. На алименты смогут рассчитывать и нуждающиеся помощи бывшие супруги, достигшие предпенсионного возраста, а мы начинаем. Уральская столица готовится принять универсиаду 2023 года. Другие города на проведение этого мероприятия не претендуют, и потому Екатеринбург на конкурсе будет конкурировать сам с собой. Безусловно, это очень нужное мероприятие для города, ведь появятся новые объекты, которые иностранцам и показать-то не стыдно будет. А рядом в паре сотен километров живут люди. Они тоже хотят пользоваться благами цивилизации. И не только новыми стадионами, но хотя бы горячей водой и дорогами. Они хотят жить в нормальных домах, чтобы клопы не сожрали и вода на голову не лилась. Хотят, но не могут. Видимо, это люди какого-то иного сорта, как цветные в Америке в середине 20 века. О них в погоне за понтами и освоением бюджета на мегапроекты чиновники просто забыли. О том, как живут в регионе, который хочет принять универсиаду в следующем сюжете. Наталья Пичугова и ее дети прописаны в доме, которого уже нет. Их аварийный дом снесли несколько лет назад. Теперь они оплачивают только налог на землю. Но чиновники предлагают им нанять оценщика квартиры. В 2013 году поставили как аварийное жилье его, да? А разрушился он когда? Раньше. У меня дочери 16 лет. 16 лет я квартиру снимаю. Добиться ничего я не могу. 16 лет вы не можете получить как жителя аварийного дома, да? Да, они мне давали общежитие. В общежитии я не смогла жить так, как у нас клопы тураканы съели. Светлана Заболоцкая с двумя детьми ютится в аварийной квартире. Возможности переехать у нее нет. Вся надежда на помощь государству. Но в Нижней Туре осваивают бюджет через энергосервисный контракт. И тут не до аварийного жилья. Семья Мудрая прописана в уже снесенном доме. Но сейчас проживает в маленьком домике, купленном на материнский капитал. Бабушка лишилась обеих ног, болеет сахарным диабетом, не может получить инвалидность, но человечности не теряет. Может быть вы хотите что-нибудь пожелать мэру? Ну, а что желаю? Желаю доброго здоровья, жизни хорошей. Сейчас семья прописана в поле. Их дом снесли, а равноценного жилья взамен государство не предоставило. Получается, ваш дом, где вы прописаны, где вы живете, вот это прямо за нами, да? Да, да, да. Вот тут было общежитие, в котором мы жили. Которое отснесли, и за место его ничего не дают. И вам до сих пор питанцы приходят? Да, приходят и энергосбыт звонят. Звонят, угрожают, говорят, платите, да? Вот за вот это платите? Да, да. Ну и будете платить? Нет, конечно, за что? Я видел, разбиралась. За что это платить? За поляну запустую, что ли? Наша съемочная группа приехала в дом ветеранов, чтобы навестить семью Валентины Куклиной, которую администрация Нижней Туры, опасаясь схватки с журналистами и общественниками, переселила сюда из аварийного жилья. Глазу открылась такая картина. В общем, как снегу там надует, сразу бежит. Как таять начинает и бежит. Потому что это... Вот я ставила тазы, ведра и ночи не спала. Четвертый этаж дома ветеранов топит каждую весну и осень. Но чиновники местной администрации особого значения этому не придают. Крышу чистят, но недостаточно хорошо. 69-летний местный житель вынужден сам работать на пользу всего дома и убирать снег на крыше. Ну я позавчера залез веревкой, подвязался, как обычно, к антенне, и через вентиляцию, и пошел по крыше, как кот, гулять. Посбрасывал с метр. Там еще лед остался, но еще течет, подтекает. Мы забрались на чердак дома и убедились, что ремонт крыши в 2016 году не принес результатов. От постоянной влажности люди начинают болеть. Стены квартир поражены грибком. Говорите, что бесполезно в администрацию обращаться? Они говорят, мы вам выделяли деньги и ремонт делали. То есть они говорят, что уже все сделано? Да, да. Вот даже сегодня, сказала она. Уже не первый раз я слышала-то. Вот такими ложками я выливаю эту воду. И здесь вот стоит у меня вот эта красная ванночка. И вот целый день ходишь туда-сюда, только вылив, а она раз, как говорится, тает, она опять моментально набегает, и опять ее выливаешь. А здесь, я говорю, моешь голову здесь, а по спине течет холодная вода. Я здесь кореная и с овченкой. Уже как, что, где было, как улицы раньше назывались, это я все знаю. Ну и как вот меняется поселок за последние годы? Вот когда здесь был райцентр, райцентр во время войны, после войны, вот до смерти Сталина, поселок был вот так же. А с тех пор уровень жизни неуклонно падает. Что такое социальная поддержка жителей местной власти, видимо, не знают. Мать-одиночку пятерых детей, Валентину Куклину судьба не щадит. На материнский капитал она купила квартиру, но риэлтор обманул и подсунул ей жилье в аварийном доме. Не так давно Валентина с детьми практически оказалась на улице. Маневренного жилья у администрации Нижней Туры нет. Вот и поселилась временно Валентина в муниципальном доме пенсионеров. А насколько по времени, неизвестно. Ведь администрация Нижней Туры имеет привычку терять документы нуждающихся, а потому помощь оказывает по своему разумению. Нам-то изначально говорили, что собирайте деньги и платите за комиссию. За свой счет комиссии, да? Да, но откуда у нас деньги? Там бабушки и я, многодетные. С департамента приезжали, нам сказали, что тут не то, что жить, тут находиться опасно, потому что, не дай бог, это все рухнет. Тут дети... У меня падало уже не раз детям на голову. Штукатурка. О том, как готовились к маленькой победоносной университете в Красноярске, мы уже рассказывали. Как красили трущобы только с одной стороны, чтобы не было видно все это с гостевой трассы. Как строительный мусор сваливали прямо во двора. Как завалили отходами те районы, где не планировалось пребывание делегаций. Видно, терпение в Красноярске у кого-то лопнуло. Прямо во время визита Путина там закидали коктейлями Молотова городскую администрацию. Следующие кадры мы оставляем без комментариев. Народный избранник из Волгоградской областной думы, он же член правящей партии «Единая Россия» Гасан Набиев на заседании регионального парламента заявил, что пенсии в размере 8 тысяч рублей получают только тунеядцы и алкаши. Скандальная реплика прозвучала в то время, когда Набиев вместе с коллегами обсуждали проект федерального закона о социальных доплатах пенсий неработающих пенсионеров, чей доход ниже прожиточного минимума. Я один из вас, самый крупный руководитель, который на предприятии работали около 6 тысяч человек. Просит у тех работников, которые работают на предприятии, от и до, у них пересня сегодня. Не то, что Михаил Александрович говорит, гораздо выше. Не 8 тысяч, не 7 тысяч Михаил Александрович. Это, как мы говорим, минималка. А у них 16-17, и у некоторых 20 тысяч. У рабочих, которые работали у Стангана, сварщиками работали, работали с лесарями, у них такие пенсии. Вот сегодня мы защищаем тех людей, которые, вот Михаил Александрович, я извиняюсь, упрек скажу вам. Когда в советское время, вы, наверное, не работали на предприятии, но я работаю все свои создатели жизни на предприятии. Когда было тунеядство, гоняли их. Идите на работу. Когда алкоголизм был, идите работать. А когда люди нормально работали и получали нормальную зарплату, их пенсии, все равно, их, которые созданы с тех годов, получают те тунеядцы, и это алкаши. И поэтому у них 8 тысяч рублей. А у тех, кто работал, у них 6, должно было быть у них, кто работал нормально. И может 20, 25 и более. Поэтому все равно то, что принимается законом, я, например, мечтаю, пусть это будет тысяча рублей, 500 рублей. Это касается к тем, которые, ты говоришь, малоимущие. Да малоимущие он сам себе создал, малоимущим стал. Он мог бы стать нормальным человеком. Поэтому я поддерживаю то, что принимают все это законы, изменили к перенесенному, реформировали. Это нормально, надо проголосовать, и надо болтать здесь, лишние разговоры вести. Спасибо. Платежные системы Visa и MasterCard перестали сотрудничать с Российским коммерческим банком Еврофинанс Моснарбанк и заблокировали все его карты. Причиной прекращения сотрудничества стали санкции США в отношении Еврофинанс Моснарбанка и за его связи с Венецуэльской нефтяной корпорацией. По мнению конгрессмена США, банк оказывал активную материальную поддержку Венецуэльской госкорпорации. А в Москве тем временем задержали бандитов, которые обманули, нагрели горожан и гостей город аж на 300 миллионов рублей. Именно столько денег они выручили со своих преступных схем, в результате которых многие лишились единственного жилья, то есть остались на улице. Было у нас в стране такое большое политическое движение, называлось оно громко, национально-освободительное. И ведь идея-то была отличная, восстановить суверенитет страны. Ну то есть изменить конституцию так, чтобы ликвидировать все лазейки, по которым иностранные консалтинговые компании, как ни странно, контролирует нашу оборонку, а банковская система наша целиком полностью зависит США. Ах да, самое главное, национализирует природные ресурсы и богатства. Потом же политика государства изменилась, и тем, с кем боролось движение, сели на высшие должности в правительстве. Под контрольной партией власти «Единая Россия» депутат Федоров слил протест, запретив своим соратникам проводить крупные уличные мероприятия. Активисты стали никому не нужны, разбежались, зато остались координаторы с красными корточками, с гербом. Ну а дальше вы и сами все знаете. В Октябрьском районном суде города Екатеринбурга закончился процесс о защите чести и достоинства координатора НОТУРАЛ Егора Волкова. Патриот создал на базе штаба национально-освободительного движения мошенническую фирму под названием «Город без долгов». Сначала он и занимался продажей ничем не обеспеченных векселей с целью погашения ими кредитов в банках. Затем криптовалютным мошенничеством. Но потом и реальными деньгами финансовые барыги патриоты не побрезговали. Больше 20 человек доверили этой фирме свои немалые деньги. И это только по Екатеринбургу, а вообще география пострадавших. От Калининграда до Владивостока. По самым скромным подсчетам специалистов размер аферы превышает 40 миллионов рублей. Защитник суверенитета отечества очень обиделся на канал Крик ТВ за то, что его назвали в эфире мошенником и подал на телекомпанию в суд. Однако Волкову в удовлетворении его иска отказали. Теперь суд официально разрешил называть его мошенником. Ибо у него уже есть судимость по статье 159 Уголовного кодекса, то есть мошенничество. Не привыкать нодовцу уже к такой кликухе. Всю жизнь как-никак такими делишками он занимается. Запомните это лицо. И если в дальнейшем увидите этого человека, да небось еще что будет вам предлагать? Не тратьте свое время на разговоры с ним. Сразу же вызывайте полицию. Такая вот интересная и насыщенная жизнь после нода. Это достойно настоящего патриота. Я прощаюсь с вами. В студии работал Евгений Анисимус. Смотрите программу «Что произошло» на канале Крик ТВ по субботам, воскресеньям, понедельникам и четвергам. Полную версию после долгого перерыва вновь выкладываем на канале Крик Ньюс. Краткую версию смотрите по субботам на канале Реальная журналистика. Звоните нам в редакцию по телефону 8343-262-79-37. Пишите письма, ищите на соцсетях, добавляйтесь в друзья. Сообщайте новости. Увидимся через неделю. Продолжение следует...